Объеднать намагание трех массовых громадских структур у Беларуси выросшили в 2015 году. Минавито тады было подписано погоднение супрацовницей помеж профсоюзами ветеранской организации и БРСМ. За минулый час зроблено шмату, темлеку в плане патриотичных выхований, уроки можности, акции «Кветки Великой Перамоги», «Бесьмяродный полк» и «Заховаем память на 100 годзе», в рамках какой потребуется парадок на мемориалах и воинских похованиях. Это далеко не полный пиролик, зробленного только у минулого года. Ящадин, накеронок совместной работы, социальная оборона и подрывка ветерану войны и працы. Социальная защита наших ветеранов, особенно участников Великой Отечественной войны, которым сегодня 90 и более лет. Вот таких у нас насчитывается полторы тысячи человек, из них 209 человек – это инвалиды войны, и 700 человек – это участники войны. Участники войны отличаются от ветеранов Великой Отечественной тем, что эти люди ходили в бой, с оружием. Дякуючи профсоюзам, да, социальной потребности ветеранов притягнули местовые предприемства и организации, перш за все, про отключение ответных артикулов у коллективной договоры. Подчас суместного посаджения представников профсоюзов ветеранских организаций и БРСМ приводятся конкретные приклады. У Белтелекаме, причем материальной потребности, а маль 2000 ветерану им предоставляются путевки на базу отпочинку, заплату всего 10%. У Гомельском отделении Беларуськой Чигунки принята комплексная программа «Клопот» с выделением льготных путевок у санаторий и организацией экскурсий по знаковых местах Беларуси. На предприемстве «Спартак» ветеранам оказывают допомогу при набыти сельско-господаршей продукции и ожитивляющей подписку на периодичные выдания. Коллективные договоры включены разделы по социальной защите работников. Это и адресные выплаты, и помощь государственным праздникам от предприятий правкомов. Хочу здесь выразить огромные слова благодарности в адрес нанимателей, потому что большая сумма средств это и от нанимателей, и от профсоюзного бюджета. Если говорить за 2017 год, это было оказано средств порядка 350 тысяч рублей. У денег и погоднение супрацовницей кажут, что никаких проблем у их взаимодействия нет, а возникающие вопросы выражаются в рабочем парадке. А тому и принимаемый план сумместных мероприемств на этот год целиком реальный. Реализация социально-значных проектов, которые содействуют захованию и популяризации беларуской культуры, проведение областного конкурса российского мастерства «Гомельский майстер-2018», ведая проект «Николи не забуду», широких мероприемств, примиркованных до дня перемоги и дня независимости, содействие в выражении бытовых пытаний и оказание материальной допомоги ветеранам войны и працы. В этом и не только будут заниматься профсоюзные, ветеранские и молодежные организации. Все род сумместных мероприемств, которые запланованы на ближайший час, областная спартакиада громадских объединений, в зависимости от надворья, она отбудется недели на проконце саковика, на початку кроссовика этого года. Молодь поспорчается у силовых споборниц, а люди больше сталого взрослого разыграют у зногорода с золотыми шашечными и шахматными дожками. Олег Синтеров, Игорь Марыженко, Телерадо, компания Гомель.